По моему разумению, элиты бывают в разных отраслях. Есть научная элита, политическая элита, финансовая элита, интеллектуальная элита. Но политически они все на слуху. Это, безусловно, губернатор, либо сейчас в Риву губернатора. Элиты есть везде. Просто как в это слово какое-то понятие вкладываете, смысл. Есть псевдоэлита, есть элита настоящая, элита искусства, элита, допустим, политическая. Но здесь у нас дефицит. Я к элите отношу сметанник Валянида Анатольевича, допустим. Мало таких персонажей. В моем понимании элита – это люди, добившиеся определенного успеха в жизни. Самостоятельные, состоятельные. Я считаю, что у нас есть такие люди в Саратове. Мне нравится Дмитрий Ходосевич из наших предпринимателей. Я бы его отнесла к данному классу. Какие изображения ему были названы? Успешный бизнес. Интересный человек. Я считаю, элиты – это вообще-то интеллигенты, образованные люди с интеллектом высоким, которые, ну, наверное, должны быть, хотя я считаю, что 90% в Саратове совсем другого вида и мышления, и интеллекта, и чего угодно. Я даже не задумывалась о слове элита в Саратове. А вот, бывай, кончилось все. А кто был ранее? А у нас был замечательный ректор университета был Дмитрий Иванович Штрубецков. А они с Владимиром Николаевичем Шевчиком. Они были одними из первых теоретиков волновой теории физической. У нас был замечательный ректор консерватории Скрипай. Ну, я не знаю, Аятского можно ли назвать элиты. Ну, наверное, молодой. Вот Каспир сейчас, я думаю, что он тут немножко наведет порядок. Бусаргин-то наш. По рассказам еще родителей. Вот был Шибаев. Ну, тогда была другая система. А вот порядок был. А сейчас что у нас? Это люди, у которых есть какие-то звания, да, там, возможно, там, губернатор, или там, директор чего-то, да, и, может быть, их дети в том числе. Я думаю, что это музыканты, что это артисты драматических театров наших. В ЧУЗе режиссеры, артисты. Я считаю, что это культурная элита. Мне кажется, элита – это умные, интеллигентные, образованные люди. У нас есть такие? У нас много таких. Ну, Римма Белякова, наверное, наша элита. Слово «элита» – очень понятие растяжимое. Кто-то считает по деньгам, кто-то считает по положению, кто-то считает, наверное, по уму. Ну, есть, по деньгам, наверное, есть. Ну, бизнес у нас, наверное, бизнесмены считаются элитой. А я считаю, интеллигенцию можно причислить к элите. Хорошо. Кого бы вы причислили к элите? Тот же самый Юрий Ашеров, Аридаков. Вот это да, это элита, я считаю. Ну, наш Исаев и Басаргин. Элита, да? Ну, в общем, да. Пока. Ну, я таких людей к элите не отношу, на самом деле. Это обычно такие люди, руководители просто города, области, поэтому нет. Ну, мне ближе вот такие вот люди, которые из, наверное, культурной какой-то массовой жизни. Ну, вот первые, кто на ум приходит, это Анна Иванова, дизайнер, которая. Киселев – это была элита, понимаете. Заслуженные врачи – это тоже была элита. Но в Саратове сейчас элиты я пока не вижу. Власть имущая элита. Если у нас в Саратовской области элита, если ваше понимание… Вам самим не смешно? Ну, для меня элита – это профессура, это преподаватели, это творческая интеллигенция, люди, которые что-то делают для города. А в фамилии? Ну, фамилии трудно мне назвать, я не могу даже сейчас это сказать. Я думаю, что вот эти люди, а фамилии узнаете, гугл вам в помощь. Это наши профессора университета, это наши учителя, это наши художники. Ну, смотрите, вот тут элита, где? Там элита, вот здесь элита. А вот фамилии? Фамилии вот нам бы хотелось. Во-первых, правительство наше, Бусаргин. Я хочу сказать вот о своем директоре, например, Скворцова Надежда Николаевна. Очень много делает для нашего учебного заведения. У нас Кольщик искусств, Занорин, ректор консерватории. Я бы назвал элитой тех людей, которые очень внутренне скромные и не рекламируют себя рекламой, деньгами или еще чем-то, а просто по жизни живут так, что ты на них хочешь равняться. То есть ты таких людей можешь встретить и среди учителей, и среди врачей. Их поступки, их поведение, оно не по пиару тебя впечатляет, и ты уважаешь их, а именно по поступкам. Откуда у нас элита в области? Сейчас вам какие времена тяжелые? Нет, я думаю, нет. Я увлекаюсь так немного волонтерством в плане животных. И для меня, наверное, элита – это волонтеры, которые помогают животным. Ну вот для меня лично. Элита вырастает годами, понимаете. И становление условий должно способствовать формированию элиты, начиная от обучения, воспитания и дальнейшего среды пребывания. То есть ваш прогноз какой будет у нас, если сейчас нет? Вырастет? В ближайшее время нет. В будущем, наверное, надеюсь.